Легендарная, почти культовая личность Сергея Мавроди, известен на всем постсоветском пространстве. Для кого-то великий махинатор, а для кого-то финансовый гений, он запомнился как весьма неоднозначная фигура, вышедшая на пик популярности в смутное время 90-х. Самого Мавроди не стало в 2018-м, а его дело продолжает жить, но уже на новый манер, на финансовом рынке появилась новая криптовалюта Мавра. Эволюция идей финансовых пирамид. Сергей Мавроди Яндекс.Картинки, задумка Сергея Мавроди МММ, в свое время взбодоражила сознание обывателей простотой получения прибыли. Идея пирамиды такова, вкладываешь деньги, спустя некоторое время возвращаешь их с приростом. Каждый новый участник финансовой схемы обеспечивал прибыль тем, кто вложился в пирамиду ранее. Справедливости ради стоит отметить, на первых порах кому-то МММ действительно дала возможность подзаработать. То, что произошло потом с вкладчиками МММ, ляжет в основу многотомного уголовного дела. Сергею Мавроди за финансовые махинации присудит 4,5 года лишения свободы. По выходу на свободу он попытается возродить свое дело. Появится сначала МММ-2011, потом МММ-2012. И снова уголовное дело. Мавроди предпочтет скрыться. Одновременно с этим на финансовую арену вышла криптовалюта. За идею виртуальных денег Мавроди не мог не ухватиться, он выдумал свою валюту Мавро. Наряду с ней в сети мелькают и другие названия, связанные с именем Мавроди, МММ-коин и Мавроуди-коин. На сайтах этих криптовалют указывается, что их создателем является не кто иной, как Сергей Мавроди. Принципы работы с этой валютой не прописано, не раскрывается и план ее развития, но инвестиции уже привлекаются. Доверие эти сомнительные схемы по понятным причинам не вызывают. Мавро-коин восставший из пепла. Этот проект был начат в 2016, потом свернут и спустя годы опять возродился. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Мавро можно приметить в числе Кейнмаркеткоп, причем как единственную связанную с именем Мавроди. Реклама Мавро сам автор заявила о своей валюте как о потенциальном цифровом золоте, причем стать таковой Мавро должна была уже в 2018. Однако сейчас она находится на так называемой стадии приика. Создателями этой валюты указаны Сергей Мавроди и Виктор Гельт. Заявленной целью ее является создание платежной системы для организаций, практикующих сетевой маркетинг. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Цитируя разработчиков, Мавро станет первой децентрализованной и абсолютно прозрачной MLML-системой, работающей на технологии блокчейн. Расчеты в системе будут происходить посредством смарт-контрактов Эфириум. Время привлекать деньги. Ико Мавро было намечено на 15 марта 2018 года. Выпуск токенов будет запущен с помощью блокчейна Эфириум. Всего планируется к эмиссии 625 миллионов токенов. Начальная цена 1 ET – 4700 Мавро. На этапе, когда покупка этой криптовалюты наберет достаточные обороты, платежные инструменты будут расширены. Начнут действовать Биткоин Кэш, Дэш или Тэкоин. Создатели Мавро хотят вывести на рынок 75% от общего числа токенов. 15% будут отведены под выплаты команде Энзе. 10% будут обеспечивать функционирование реферальной системы. 5 уровней участия и размер прибыли. Суть системы пирамиды – чем больше ты приводишь в нее инвесторов, тем больше становится твоя прибыль. Так и с Мавро, в ней предусмотрено 5 уровней, и за каждого привлеченного клиента можно получить от 1 до 10% бонусов. Как это не может показаться удивительным, но создателям Мавро, после смерти самого Мавроди на арену вышли его последователи, удалось продать некоторое количество токенов. Всего в системе заявлено более 20 тысяч участников, и это число ежедневно растет. К слову, хранить Мавро можно в любом электронном кошельке, который совместим с ERK23. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!